Так, ко второй заготовленной теме, значит, тут недавно Хамзат Чимаев проехался туром по европейским странам и встретился с различными спортсменами, чеченцами, живущими и тренирующимися здесь, в европейских странах. Из-за обширной географии этого тура и многочисленных встреч, есть основания предположить, что Хамзат Чимаев не из спортивного интереса провел этот тур и эти встречи. Вот эти спортсмены, они здесь подписаны, и это разные страны, кто-то живет и нервуется во Франции, кто-то в Германии, в Бельгии, Норвегии, в Швеции и, в общем, во всех этих европейских практически странах. Я провел некое расследование, то есть некоторые справки по этим спортсменам навел, и по некоторым этим спортсменам, ну, дается хорошая характеристика. У кого-то там брата убили, дядю убили российские военные, кто-то пострадал непосредственно от этих представителей оккупационного режима. В общем, из-за того, что есть среди этих спортсменов, есть те, кто, в принципе, неизвестен какими-то там плохими характеристиками, поэтому я хочу сделать сегодня это обращение. Смотрите, вы, может быть, решите, что я преувеличиваю, слишком нагнетаю краски, говоря, что Хамзат Чимая там не просто так приезжал, не просто так с вами встречался. Вы наверняка, кто-то из вас может подумать, да, что ты, Тунсо, преувеличиваешь. Мы просто приехали там вместе, потренировались, где-то посидели, попили чай, ну, мы далеки от политики, мы особо этим не интересуемся, поэтому, ну, приехал человек там, сфоткались с ним. Смотрите, с самим Чимаевым я вам расскажу, как эта история развивалась с самим Чимаевым. Чимаев здесь, в Швеции, был вообще известен как такой радикальный мусорим, ИГИЛовец. В свое время, когда ИГИЛ был на рассвете своем, Чимаев открыто здесь, живущие в Швеции, чеченцы это знают, любой вам это подтвердит, он здесь газовал за ИГИЛ, он здесь возникал людям за то, что они не присягают Абубакру Аль-Багдаде, там, не дают ему присягу. Понимаете, этот человек был на таких убеждениях. И когда первые его выступления в ММА и первые контакты с Кадыровым произошли, когда, помните, был тот самый эфир, когда Чимаев был в Америке, и там что-то по WhatsApp Кадыров с ним провел эфир, тогда здесь чеченцы, живущие здесь, знающие, общавшиеся с Чимаевым, встретились с ним и с его братом. И как бы предъявили ему за это, что за дела, ты же, ты, что с Кадыровым начал общаться, ты что, хочешь как-то, значит, взаимодействовать с ними. На что его брат родной, который Саид, он сказал, о чем вы говорите, это люди, которые убили Кану Афанасьева. Кану Афанасьев это чеченец, депортированный из Швеции в Россию, и как только его депортировали, Кадыровцы похитили его прямо из дома, из селения Эль-Нюрт, Натеричного района. Они его похитили, убили и привезли тело, отдали родителям. Это такая резонансная история, которая после этого здесь в Швеции поднималась этот вопрос. В общем, этот Кану Афанасьев был близким другом Чимаевых, их братом. И вот этот вот родной брат, старший брат Чимаева тогда этим чеченцам говорил, о чем вы говорите, они убили нашего брата Кану Афанасьева. Вы что думаете, мы им это простим? И сейчас и этот родной брат Чимаева, и сам Чимаев не просто уехали, живут в Чечне, не просто стали там спортсменами клуба какого-нибудь Кадыровского. Они стали типичными кадыровцами, типичными вот этими охматовцами. Они даже разговаривают, посмотрите, как стал разговаривать Хамзат Чимаев. Его манера, его речи, он полностью уподобился им. Понимаете, как это происходит? Поэтому сегодня, конечно, он вам в лоб не скажет ничего. Он не скажет вам в лоб, я хочу здесь там организовать какую-то, стать здесь вторым Дугазаевым, собрать спортсменов под свое крыло. И чтобы мы здесь, чтобы я здесь был в Европе представителем Кадырова, и у меня была тут своя группировка, сформированная из спортсменов чеченцев, там не только чеченцев. Конечно, он вам это так не скажет. Но сегодня он с вами, он приехал с вами, какую-то поддержку там, где-то кто-то выступал, он поприсутствовал, вместе вы сфоткались, где-то посидели, покушали, он вам закинул какие-то начальные темы, какие-то там объяснения вам что-то дал, вы наверняка говорили по поводу его взаимоотношений там с Кадыровым и так далее. Он вам что-то как-то там попытался объяснить. Сегодня так, с ним это тоже так было, ведь сначала были просто там какие-то контакты, просто, ну просто в эфир вышел, ну просто поехал домой. Понимаете, как поэтапно это происходит? Но завтра вы уже очнетесь в моменте, когда уже обратного пути нет, вы полностью погрязли в трясину, понимаете, туда нельзя войти чуть-чуть, нельзя вот так просто взять, пальцем от ноги туда вот так окунуть, в эту трясину, в болото, вытащить, потом так пальчик почистить, не получается. Ты туда засовываешь палец, трясина тебя по колено, потом по тазу, и полностью тебя погружает в себя. И ты потом, когда ты очнулся, ты уже разговариваешь, вот так вот, как они, уже не может это членораздельно предложение даже составлять. И уже ты полный, ты уже должен кричать, что Ахмат это сила, ты уже что-то там палец вверх поднимаешь. Понимаете, ты уже какие-то публикации в Инстаграме должен делать, какие-то дни принятия Конституции какой-то российской, там, дни рождения Кадырова старшего, младшего. Понимаете, вы хотите, не хотите, вы оказываетесь в этой ситуации. Поэтому я сейчас делаю это обращение для тех, кто пока не оказался там, кто не окунулся в эту трясину. Вас сейчас пытаются уже в эту тему привлечь. Задумайтесь об этом сейчас. Посмотрите на судьбы тех людей, тех спортсменов, которые в свое время вот этот вот момент упустили, когда их только начинали обрабатывать. Посмотрите на Тайсумова, на других. Эти ребята сами себя сделали, они были действительно перспективными спортсменами. им не нужен был ни Кадыров, ни вся эта тема. Они и так нормально выступали бы, побеждали бы, где-то проигрывали бы, но чтобы вот до того момента, что Кадыров их заметил, они сами себя сделали. И из-за того, что они после того, как они себя сделали, они не смогли вот этот вот момент их окутывания Кадырову, они не смогли его понять и отмежеваться от него. Из-за этого они погубили и свои карьеры спортивные. Где сейчас? Кто из них сейчас выступает? Вы слышали что-нибудь? Они и карьеры свои спортивные загубили, и жизни среди достойных людей, они больше не будут иметь ни слова, никакого веса. Они перестали быть рукопожатными, понимаете? А начиналось все с таких мелочей. С вами произойдет то же самое, если вы не остановитесь вовремя, если вы не прочувствуете этот момент. Я искренне желаю того, чтобы те хорошие ребята из вас, чтобы они не стали нерукопожатными, нерукопожатными, чтобы они не загубили ни себя, ни своей жизни, ни своей спортивной карьеры. Поймите этот момент его сейчас, лучше поймите, и полностью отсеките эти попытки. Если вы сейчас на раннем этапе отсечете, завтра вы не окажетесь в безвыходной ситуации. Самому Хамзату Чимаеву я тоже хочу сказать, если ты ввязался в эту тему, если на тебя возложили какую-то миссию, Кадыра возложил на тебя миссию, и ты приехал ее реализовывать здесь, в Европе, мало ли, и если ты думаешь, что ты станешь таким представителем Кадырова, в Европе, у тебя будут свои спортсмены, которых ты будешь куда-то направлять. Я тебе тоже предлагаю, лучше сейчас как-нибудь найди способ уйти из-под этой темы, сказать, что у тебя не получилось, потому что ты сейчас вроде как спортсмен, у тебя неплохо там идут дела в UFC, ты загубишь и свою карьеру загубишь, жизнь ты свою и так загубил, тут уже тебе никто не поможет. К сожалению. Но спортивную карьеру ты пока еще свою не загубил. Посмотри, что произошло с Дугазаевым. Он тоже здесь пытался бурную деятельность вести, хотел быть представителем, иметь там своих каких-то типов, спортсменов, не только спортсменов, где-то группировки. Посмотри, что с ним произошло, и где он сейчас. С тобой произойдет то же самое. Ты станешь токсичным, ты не сможешь больше нигде выступать. Это не то, что тебе нужно, поэтому лучше откажись от ненужных затей и занимайся своим спортом. Я не утверждаю, что это все именно так, что ты здесь был заданием, но я заранее предостерегаю и тебя, и предостерегаю тех спортсменов, которые могут быть вовлечены в какую-то ненужную им игру. Ну и в заключении, те, кто еще вообще, может быть, с ним не встречался, но находится в зоне вот этой вот, в зоне риска, может попасть под какое-то влияние. Ребята, вы должны понимать, что человек, который поехал домой, стал частью кадыровской команды, с ним какие-то проводит там с ним спарринги, обнимается там с ним. Такие люди, тем более выступают на каких-то международных соревнованиях, там обращаются к кадырову, называя его падишахом, просят его отправить, значит, отправить этого спортсмена воевать в Палестину. Но кадыров вместо того, чтобы отправить его в Палестину, отправляет его в Европу, чтобы он здесь какую-то работу проводил. Вы должны понимать, что такой человек не является рукопожатным, с ним не фоткаются, с ним не встречаются. Вы будете гораздо более достойнее, если вы в таком, в самом начале, где-то увидели его даже, захотел он что-то с фотографией, однозначно потеряете. И окажетесь в ситуации, когда уже обратного пути не будет. Поэтому задумайтесь над этим и сделайте правильный выбор. Субтитры создавал DimaTorzok